Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы снова в Ботаническом саду Петра Великого на экспозиции хост. И с нами куратор выставки Оксана Городишенина. Как мы и обещали, мы сегодня начнем снимать цикл передач про хосты. Оксана нам расскажет всю идов, всю информацию, которую вы хотели знать. Начнем мы с того, что немножечко покажем вам выставку, чтобы вы могли представить себе фронт работ, который нам предстоит, потому что информации действительно очень-очень много. Субтитры подогнали Симон. Здравствуйте, Оксана. Добрый день. Мы рады приветствовать вас на экспозиции хост в Ботаническом саду имени Петра Великого. На данной экспозиции представлено около 400 сортов хост. Выставка создана усилиями садоводов Санкт-Петербурга. От Санкт-Петербурга до Владивостока. Наверное, так будет правильно. То есть мы охватили почти всю страну. Присланы растения были также из Латвии. Ну и представлены сорта ведущих селекционеров Америки и Европы. Есть также несколько сортов нашей русской селекции, что, в общем-то, экспонируется в России впервые. Выставка уникальная по своей сути, потому что выставок подобного масштаба, и вот чтобы экспонировались растения вот таким вот образом, их в России еще не было. Поэтому выставка уникальна двумя вещами. Во-первых, и количеством сортов, да, потому что представлено около 400 сортов, и тем, что представлены взрослые экземпляры хост, в большинстве своем, которые вы можете увидеть в естественных условиях парка. То есть сразу можно представить, как тот или иной сорт будет выглядеть в саду. Да, то есть это важно и обычным, наверное, садоводам, и ландшафтным дизайнерам, да, что тоже немаловажно. В размеры хост, то здесь есть очень красивые фотозоны, да, чтобы посетители экспозиции могли сделать на память фотографии. Мы старались. Это труд, в общем-то, коллектива людей, о которых мы позже расскажем. Здесь представлены хосты от самых маленьких. Их вот можно здесь видеть в больших таких чашах, очень, в общем-то, маленькие, аккуратненькие хосты, до гигантских сортов, которые, к сожалению, мы, естественно, в их взрослом размере, это детки, скажем так, потому что выкопать огромный экземпляр, там, Эмпресс Ву, да, либо Элеганс, которые достигают двух метров в диаметре и полутора метров в высоту практически невозможно. Поэтому на эти экземпляры вы можете полюбоваться в условиях парка ботанического сада. Здесь прекрасная коллекция хост. А у нас на выставке представлены такие вот хосты-подростки, которые пока еще своих взрослых размеров не достигли. Пойдемте посмотрим немножко экспозицию. Вот мы с вами подойдем сейчас к первой фотозоне, покажем вам ее. На данной экспозиции у нас представлены хосты, вот можно увидеть от самых маленьких размеров, вот там такое чудесное гнездышко, да, где уютно угнездилась одна из самых маленьких в мире хост, до, в общем-то, гигантских сортов высотой даже на выставке больше метра, в частности, вот у этого сорта цветоносы более метра восьмидесяти в высоту, в общем-то, уникальный такой сорт. Ну и, в общем-то, мы можем дальше видеть, что представлены листья хостов, да, она и знаменита своими листьями в первую очередь. Представлены растения всех форм, цветов и размеров. И, наверное, сейчас мы с вами вот закончим такой вот обзорный момент. Оксана, давайте вы немножко расскажете, с чего вообще все началось. Первый хост, и вообще что такое хост? Это декоративно-лиственное, корневищный многолетник, один из лучших многолетников для сада. Родом он из Китая, центрально-восточной области Китая. Оттуда он мигрировал через наш Дальний Восток и Корейский полуостров на юг Японии, а из Японии уже европейцы, которые его там нашли, открыли, описали, вывезли в Европу и далее он попал в Америку. Первой хостой, которую европейцы описали и затем вывезли из Японии, была хоста подорожниковая. Доктор Кэмфер так и описал ее растение с листьями, похожими на подорожник. То есть, ну, очень похоже. Учитывая, что при всем при этом именно эти хосты имеют очень огромные душистые ароматные цветки, ошибочно их отнесли к классу лилейных. Позже их все-таки причислили к спаржевым растениям. Род агава. Вот как это ни странно, ближайшими родственниками хост являются юки и агавы. Поэтому рекомендация вообще вот эта фраза, что хосты растения для тенистых влажных мест, но для того, чтобы понимать, что растение любит, надо понимать, как оно растет в природе. Вот к вопросу об агротехнике. В природе хосты растут на скалах, в расщелинах камней. Если это берег водоема, то, как правило, это над водоемом. Вот не по берегу реки, вот как калушницы у нас растут, например, а это именно над водой, то есть это влажный воздух, субтропики, да, то есть центрально-восточный Китай. Поэтому хосты влажных мест с застоем воды не переносят. Да, они любят влагу, у них большая испаряющая поверхность листа, но при всем при этом застое воды они не переносят. Начинается гниль корневой шейки, растения выпадают. Плюс ко всему, вот нужно учитывать, что вся вот эта группа ароматных сортов, она достаточно большая. Они все-таки достаточно теплолюбивы. Центрально-восточный Китай, все-таки климат это субтропики. Поэтому вот вся эта группа растений в условиях именно нашего северо-запада. Мы не будем забывать, что Санкт-Петербург находится на широте Аляски и южной оконечности Гренландии, у нас предполярье. Поэтому, естественно, эти сорта нуждаются на зиму, ну, все-таки хотя бы в дополнительном мульчировании. А если вы хотите увидеть цветки, они еще и цветут поздно, все-таки вегетационный период у них более длинный в субтропиках. Либо это должны быть условия парника, либо какая-то теплая стена дома, большой камень около этой хвоста. Но камень все-таки не так спасает. То есть более теплый, локальный, более теплый микроклимат. То есть теплое место не значит солнечное, оно значит именно теплое. Защита от ветра и вот локально, чтобы здесь вот именно было тепло. Нормальный цвет всех листьев, естественный цвет всех листьев зеленый. Как возникла варигатность, да, именно у хвоста. Вот мы про доктора Кэмфера, который открыл и описал и сказали, вывез доктор Зибальд, врачи. И вот говоря о ароматных хостах, мы не можем не упомянуть такого американского селекционера, как Пол Аден, личность сложная. Американцы о нем отзываются, скажем так, двояко, с одной стороны, но ему при этом посвящены статьи. С одной стороны, его обвиняют, ну, то, что называется в плагиатии присвоение чужих достижений себе, да, это тоже есть, но нельзя умалять его за слуг, в том плане, что вот он получил, наверное, один из первых варигатные сорта, то есть он облучал семена хосты подорожников и рентгеном, есть, в общем-то, такая информация. И вот произошла мутация, и он получил вот один из первых, и полосатые, стрикт хосты, по-моему, 72-й год это был, и вот варигатные сорта, и мы теперь имеем вот сорта с раскрашенными листьями ароматные. И дальше подхватили американцы его достижения. Вот мы здесь можем видеть не просто ароматную, это первый сорт амброзия с голубоватым напылением на листе. То есть до этого ароматные хосты, воск на листе лежал, лист гладкий, воск на листе лежал ровно, а это вот совершенно по-другому располагается воск, растение имеет голубоватый оттенок. Первая голубая ароматная хоста. Ну вот, наверное, мы на этом про ароматные хосты закончим. Нужно помнить, что они более теплолюбивы, чем остальные, плюс у них и лист тонковат, то есть они нуждаются в более пристальном внимании и уходе со стороны садоводов, нежели остальные сорта. И перейдем с вами к зеленым. Наш следующий ролик будет посвящен зеленым сортам. Субтитры создавал DimaTorzok